Здравствуйте, уважаемые слушатели. Еще раз представлюсь. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей квалификационной категории. И тема нашего сегодняшнего вебинара – развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста. Информация, представленная мною, будет полезна специалистам дошкольных учреждений. Это воспитателям, логопедам, дефектологам, психологам и также родителям. Дошкольный возраст и младший школьный возраст – наиболее благоприятный период для развития психических процессов и межполушарных связей. Нейропсихологи утверждают, что от развития межполушарных связей во многом зависит успеваемость ребенка в школе и успешность в жизни в целом. Слабое взаимодействие левого и правого полушария – одна из главных причин трудности в освоении письма и чтения в школе наряду с дисграфией, дислолией и двигательной расторможенностью. Современные методики воспитания и обучения сильно шагнули вперед. Они позволяют развивать мозг, формировать межполушарные связи, в результате чего дети показывают прекрасные результаты в освоении школьных программ любой сложности. Уважаемые слушатели, вижу, что коллега пишет, что у нас нет звука. Отзовитесь, пожалуйста, у всех ли такая проблема или как меня слышно? Нажмите на огоньки, как вы меня слышите? Ага, все хорошо. Замечательно. Тогда мы продолжаем. Современные методики воспитания и обучения сильно шагнули вперед. Они позволяют развивать мозг, формировать межполушарные связи, в результате чего дети показывают прекрасные результаты в освоении школьных программ любой сложности. Работать по старинке уже неоправданно. К сожалению, многие родители и некоторые педагоги еще не понимают этого. А теперь давайте с вами разберемся, что же такое межполушарные связи. Все мы знаем, что наш мозг состоит из двух полушарий. Так, ага. Так, слышно, все хорошо. Итак, еще раз повторяюсь, извините. Все мы знаем, что наш мозг состоит из двух полушарий, каждая из которых выполняет свою работу. В настоящее время известно, что полушария осуществляют совместную деятельность, обмениваясь информацией через специализированные проводящие пути. Последние выполняют интегрирующую функцию, передавая тормозные и возбуждающие потоки между полушариями. Формирование и развитие функциональной асимметрии полушарий начинает происходить с раннего возраста под влиянием комплекса биологических и социокультурных факторов. При этом врожденные предпосылки развития того или иного типа асимметрии это только предпосылки, а сама асимметрия в значительной степени формирует процессы индивидуального развития под влиянием социальных контактов. Функциональная асимметрия полушарий выражается в различии в распределении нервно-психических функций между правым и левым полушарием. Функциональная асимметрия полушарий является одной из причин существования определенной структуры психики. С ней связаны такие психологические противопоставления, как конкретно образное и абстрактно-логическое мышление, гибкость, ригидность и так далее. Разная степень выраженности этих психических свойств уже в значительной мере представленного у ребенка в шести лет формирует склонность к преимущественной опоре на левополушарный, правополушарный или равнополушарный тип мышления. Давайте кратко с вами осмотрим, какие типы левополушарного мышления есть. Итак, левополушарный тип. Левое полушарие оперирует словами, условными знаками, символами, отвечает за счет, письмо, обеспечивает способность к анализу, абстрактное, концептуальное и двумерное мышление. Информация, поступившая в левое полушарие, обрабатывается последовательно, линейно, медленно. Доминирование левого полушария определяет склонность к абстрагированию и обобщению словесно-логический характер познавательных процессов, вербальный, теоретический интеллект. Для успешной учебной деятельности детей с левополушарным типом необходимо соблюдение следующих условий. Это абстрактный линейный стиль изложения информации, анализ деталей, неоднократное повторение материала, тишина на уроке, возможность работать в одиночку, вопросы закрытого типа, вневременные задания. Для таких детей характерна высокая потребность в умственной деятельности. Что же из себя представляет правополушарный тип? Правое полушарие оперирует образами реальных предметов, отвечает за ориентацию в пространстве и восприятие пространственных отношений, обеспечивает синтетическую деятельность мозга, нагляднообразное трехмерное мышление, связанное с целостным представлением ситуации и тех изменений в ней, которые желательно получить. Информация, поступившая в право полушария, обрабатывается быстро. Доминирование права полушария определяет наличие невербального, практического интеллекта, способность к рисованию и восприятию гармонии форм и цвета, музыкальный слух, артистичность, успех в спорте. Условия, необходимые для успешной учебной деятельности детей правополушарного типа. Это творческие задания, привязанные к контексту, возможность экспериментировать, речевой ритм, работа в группе, синтез нового материала, вопросы открытого уже типа, социальная значимость деятельности. Что же из себя представляют люди с равнополушарным типом? Здесь отсутствует ярко выраженное доминирование одного из полушарий. Это обеспечивает их синхронную деятельность в выборе стратегии мышления, школьные методики обучения ориентированы главным образом на развитие левого полушария и не учитывают наличие разных типов развития функциональной асимметрии полушарий, а также разницу между мальчиками и девочками в скорости развития левого полушария. Поэтому в наилучших условиях оказываются левополушарные и равнополушарные девочки. А в самом невыгодном положении оказываются правополушарные мальчики. Все дети рождаются с ведущим правым полушарием мозга. Это заложено природой. Но сложилось так, что мы живем в мире логики и рационализма. И с раннего возраста окружаем детей играми и пособиями, в большинстве своем развивающими левое полушарие, забывая о развитии образного мышления, творческих способностей, интуиции, за которые отвечает правое полушарие. Если правое полушарие успевает до победы левого накопить необходимый багаж, то все в порядке. Если нет, то левополушарный крен может, так скажем, заблокировать правый мозг, оставив навсегда психику человека обедненной. Ему будет труднее стать самим собой, а значит уникальным, неповторимым созданием, каковыми изначально задуманы все люди. Только представьте, что ребенок, даже научившись рано читать и писать, будет лишен возможности ярко и во всех деталях представлять героев прочитанных книг, чувствовать музыкальные произведения, описывать свои мысли ярко и образно, легко переносить видимые или воображаемые образы на бумагу. И это только известные поверхностные способности правого полушария. Есть и другая сторона. Японский профессор Маката Шичидо в ходе 40-летней практики доказал, что ребенку с развитым правым полушарием подвластны такие способности, как запоминание любых объемов информации с помощью образов. Например, 50 изображений с одного взгляда. Это уникальные вычислительные способности. Есть множество примеров, когда трехлетние дети, с которыми занимались развитием правого полушария, справляются с вычитанием и сложением как минимум двузначных цифр. Это лингвистические способности. Двухлетние дети заговаривают одновременно на нескольких языках. Это скорочтение, это идеальный музыкальный слух, чувство ритма, ранняя игра на музыкальных инструментах и интуиция. Однако в итоге левополушарных людей в природе большинство. Правое же полушарие практически бездействует. А то, что не используется, мы знаем, что со временем деградирует. У значительной части взрослого населения такая функция правого полушария, как воображение, практически не используется. Взрослые разучились мечтать и фантазировать. Интеллект человека основан прежде всего на согласованной работе обоих полушарий. Для слаженной работы мозга также необходимо взаимодействие полушарий. Как сказал Саньер, обучая левое полушарие, вы обучаете только левое полушарие. Обучая правое полушарие, вы обучаете весь мозг. Интеграция правого и левого полушарий позволяет успешно решать ряд развивающих задач. Это улучшить сенсомоторную и пространственную координацию, повысить возможности произвольного внимания, усидчивости, самоконтроля, развить зрительно-моторную координированность, согласованность, точность, плавность движения обеих рук, а также активизировать развитие речи и психомоторных процессов. Межполушарные связи предопределяют качество восприятия и обработки информации, эмоциональную стабильность, координацию и баланс. Таким образом, они напрямую влияют на обучаемость человека, его достижения и успехи во всех видах деятельности. Если полушария взаимодействует друг с другом слабо, ведущая берет основную нагрузку на себя, а другой блокируется. В результате у ребенка возникают проблемы с ориентацией в пространстве, координацией пишущей руки со слуховым и зрительным восприятием, адекватным эмоциональным реагированием. Он становится мнительным и с трудом учится чему-то новому. Какие же выделяют признаки слабого развития межполушарных связей у детей? Межполушарные связи формируются вплоть до 12-15 лет. Развитие происходит постепенно в несколько этапов, но особое значение ученые придают возрастному периоду от 3 до 8 лет. Именно в этом возрасте закладывается интеллектуальная основа. Зрительное, слуховое, кинетическое, зрительно-моторное, слухомоторное восприятие, смыслоразвлечения звуков и многое другое. В младенчестве на нарушение развития межполушарного взаимодействия может указывать пропуск этапа ползания, долгое раздумывание перед совершением определенных действий. После 7 лет детям со слабо развитыми межполушарными связями сложно ставить цели и достигать их, планировать и контролировать свою деятельность. Например, эффективно убрать свое рабочее место. В школьном возрасте ребенку сложно писать под диктовку и переписывать текст. Он с трудом описывает ситуацию по картинке, не может адекватно оценивать эмоции других людей, пишет буквы в зеркальном отражении, часто говорит сбивчиво и нечетко, нарушения речи возникают произвольно, испытывает сложности в общении со сверстниками, больше общается с младшими детьми или взрослыми, затрудняется в понимании пословиц, поговорок, юмора, у ребенка может меняться ведущая рука. В настоящее время растет число детей со сниженной активностью левополушария. У таких детей наблюдается неспособность усваивать новый материал, неумение адекватно читать и писать, перестановка слов, признаков, знаков, явлений. Иногда они бывают, скажем так, слепы к целым фразам. Описанное состояние получило название дислексия, что в переводе с греческого обозначает отрицание слова. При дислексии страдает способность к вербализации пространственных представлений, обнаруживается незрелость изобразительно-графических навыков, слабость вербально-логического мышления. Задания же, наиболее трудные для детей с поражением права полушария, конструктивные, ориентировка в схематическом изображении пространственных отношений, стереогнозис, выполняются большинством детей с дислексией на уровне здоровых сверстников. Левополушарная недостаточность как на функциональном, так и на морфологическом уровне может быть обусловлена гиперфункцией правого полушария, которая подавляет созревание и функциональную активность левого полушария. Извините, уважаемые слушатели, в соседнем помещении идет ремонт, поэтому можем иногда услышать такие звуки. Таким образом, трудности во владении чтением у детей связаны с нарушением оптимального межполушарного взаимодействия. При несформированном межполушарном взаимодействии происходит неправильная обработка информации и как результат у ребенка возникают сложности в обучении. Это проблемы в письме, проблемы в устной речи, в запоминании информации, в счете, как в письменном, так и в устном, в целом восприятие учебной информации. И какие же признаки несформированности межполушарного взаимодействия. Это зеркальное написание букв и цифр, псевдолевая рукость, речевые нарушения, неловкость движений, агрессия, плохая память, отсутствие опознавательной мотивации, инфантильность. Проверить ребенка на развитость межполушарных связей можно при помощи различных тестов и проб. И первый тест, который я хочу представить вашему вниманию, следующий. Попросите ребенка завести одну руку за спину. Возьмите кисточку и прикоснитесь к фаланге любого пальца, кроме большого. Большим пальцем другой руки ребенок должен показать, к какому месту на коже было прикосновение. Сделайте 10 попыток и оцените результат. Если ребенок дал неправильных ответов более 30%, то это говорит о том, что он предрасположен к дислексии и дисграфии. Более 30% ошибок свидетельствуют о наличии нарушения межполушарного взаимодействия. Следующая проба это проба Азерецкого на динамический праксис. Кулак, ладонь, ребро. Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяющие друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола и снова распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет первую пробу вместе со взрослым, затем повторяет ее по памяти 8-10 раз. Проба выполняется сначала правой рукой, затем левой и уже затем двумя руками вместе. Задание доступно детям 6 лет и старше. Данный тест чувствителен к двум видам ошибок. В первом случае страдает переключение с одного движения на следующее в автоматизированном режиме. Ребенок повторяет или делает большие паузы между движениями. Во втором случае дети путают последовательность движений или пропускают некоторые из них. Какие же выделяют причины нарушения несформированности межполушарных связей? Причин может быть много и несколько из них. Это болезни матери примерно стресс примерно с 12 недель беременности, родовые травмы, болезни ребенка в первый год жизни, длительный стресс, общий наркоз, малоподвижный образ жизни, неврологические расстройства, синдром дефицита внимания, гиперактивности и другие. И патология мозолистого тела. Мозолистое тело это система нервных волокон, соединяющая полушария. Иногда причиной нарушения являются особенности анатомического строения головного мозга. Но чаще слабость межполушарной связи вызвана отсутствием в жизни ребенка игр и занятий по возрасту. Окружающая среда должна быть развивающей с самого младенчества. Давайте теперь с вами разберемся, как и зачем развивать межполушарные связи. Итак, мозг человека, как я уже проговорила, стоит из двух полушарий, левого и правого. У кого-то лучше функционирует левое, у кого-то правое, а самый хороший вариант, когда функционируют оба полушария головного мозга. Левое полушарие мыслит логически, а правое творчески. Совершенно очевидно, что человеку необходимо и то, и другое. Поэтому с самого детства желательно развивать межполушарные связи. Чем лучше будут развиты межполушарные связи, тем выше у ребенка будет интеллектуальное развитие, память, внимание, речь, воображение, мышление и восприятие. Развитие межполушарной связи построено на упражнениях и играх, в ходе которых задействуются оба полушария мозга. Например, рисование обеими руками одновременно, выполнение зеркальных движений, упражнения на координацию, ловкость движений и ориентацию в пространстве. Улучшают взаимодействие полушарий пальчиковой гимнастика, лого-ритмика, дидактические игры-задания, кинезиологические упражнения, артикуляционные и дыхательные гимнастики, самомассаж, творческие занятия под классическую музыку, например, Моцарта и других композиторов. От развитости межполушарных связей у детей зависит обучаемость, скорость и легкость овладения новыми навыками. Чем более они развиты, тем легче ребенку осваивать чтение, письмо, достигать успеха в спорте, музыке и даже строить межличностные отношения. Какие же могу предложить вам упражнения? Современная психолого-педагогическая практика предлагает множество игр и упражнений для развития межполушарного взаимодействия у детей. Основа развития межполушарных связей это кинозеологические упражнения. Кинозеология наука о развитии головного мозга через движение. Истоки кинозеологии как науки следует искать почти во всех известных философских системах древности и прогрессивных течениях современности. Так, древняя китайская философская система конфуция демонстрировала роль определенных движений для укрепления здоровья и развития ума. Сходные элементы содержала древнеиндийская йога, основной целью которой было обретение высших психофизических способностей. Искуснейший врач Греции Гиппократ родившийся в 460 году нашей эры также пользовался кинезиотерапией. Основателем научной кинезиологии в древней Греции считался Асклепиат живший более 2000 лет назад. Секрет красоты и молодости Клеопатра заключался в том, что она на протяжении всей жизни использовала кинезиологические упражнения, за счет которых поддерживала свой мозг в активном состоянии. Известно, что старение организма начинается со старения мозга. Поддерживая мозг в состоянии молодости, мы не позволяем стариться всему телу. Современные кинезиологические методики направлены на активизацию различных отделов больших полушарий, что позволяет развивать способности человека или корректировать проблемы в различных областях психики. Кинезиология рассматривает мозг человека как компьютер, в котором уже заложена информация обо всех функциональных связях в организме. Мозг накапливает информацию и способен решить любую задачу, связанную с регуляцией функции организма. Кинезиологические упражнения позволяют создать новые нейронные сети и улучшить межполушарное взаимодействие, которое является основой развития интеллекта. Упражнения развивают мозолистое тело, повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма. Упражнения необходимо проводить ежедневно. Проводятся они в любые режимные моменты в качестве динамических пауз. Время проведения 3-5 минут. В общей сложности это может составлять до 25-30 минут в день. Сначала дети учатся выполнять пальчиковые игры от простого к сложному. После того, как дети научились выполнять пальчиковые игры, с 5 лет даем комплекс пальчиковых кинезиологических упражнений, состоящих из трех положений рук, последовательно сменяющих друг друга. Ребенок выполняет вместе со взрослым, затем самостоятельно по памяти. Упражнения выполняются сначала правой рукой, затем левой, затем двумя руками вместе. При затруднениях взрослый предлагает ребенку помогать себе командами, например, гусь, курица, петух, произносимыми вслух или про себя. Итак, первая игра это колечки. Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя кольцо с большим пальцем, последовательным, указательным, средним и так далее. Пробы выполняются в прямом и обратном, то есть от мизинца к указательному пальцу, в порядке. В начале упражнения выполняется каждую руку отдельно, затем сразу двумя руками. Следующее это кулак, ладонь и ребро. Три положения руки на плоскости последовательно сменяют друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь и ребром на плоскости стола и распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется сначала правой рукой, потом левой, затем двумя руками вместе. По 8-10 раз. Можно давать тебе команды, да? Кулак, ребро, ладонь. Следующее упражнение. Лезгинка. Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой, прямой ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой и левой рук. Повторите 6-8 раз. Далее игра уха, горло, так, ага, ухо-нос. Левой рукой возьмите за кончик носа, а правой рукой за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук с точностью до наоборот. Упражнение кнопки мозга. Упражнение выполняется стоя или сидя. Необходимо поставить ноги параллельно друг к другу с небольшим косолапием. Колени расслаблены. Попросите ребенка положить руку на пупок. Большим и средним пальцем другой руки ему нужно массировать углубления между первым и вторым ребром под ключицами справа и слева от грудной клетки. Через 2-3 минуты руки следует поменять. Далее перекрестные шаги. Положение стоя или сидя. Необходимо коснуться локтем левой руки правого приподнятого колена. Затем повторить упражнение с правым локтем и левым коленом. Важно соблюдать медленный темп и чувствовать как напрягаются мышцы живота. Следующее это ленивые восьмерки. Ребенку нужно вытянуть перед собой руку чуть согнув ее в локте. Ладонь сжата в кулак перед глазами большой палец. Попросите медленно рисовать им перевернутую восьмерку то есть знак бесконечности одновременно провожая палец глазами. Мышцы шеи при этом должны быть расслаблены а голова оставаться неподвижной. движение нужно повторять по три раза каждой рукой а затем сцепить пальцы в замок сложить большие пальцы крестиком и сосредоточиться на точке их соединения. Подобным образом можно делать упражнения для письма рисуя восьмерки на листе бумаги. После четырех повторов каждой рукой нужно соединить крестом указательные пальцы. кинезиологические упражнения могут сопровождаться музыкой. Хочу представить вам музыкальные игры. Автор этих замечательных песен Юлия Дерябкина ссылка на ее аккаунт в инстаграм перед вами на экране. И первая игра вегемотики она развивает не только динамический праксис но и чувство ритма и межполушарное взаимодействие. А сейчас внимание на экран. музыкальная ритмическая игра вегемотики развиваем наш полушарный связь мелкую моторику музыкально ритмическое восприятие. Что И есть мискальная миссия coal и в contrái качества You have met right Ладон, ладон, ты тоже делай так. А маленькая саньяка в траве ползошала, А маленькая саньяка соседей не дарела. Ладон, ладон, ты тоже делай так. Так, ага. И еще одна музыкальная игра, Ежата. Музыкальная ритмическая игра, Ежата. Развиваем мелкую мотору, тактильное и музыкально-ритмическое восприятие. Ласково напевая, ритмично касается ладошками малыша, саженного коврика. Музыкальная ритмическая игра, Музыкальная ритмическая игра, Ежата. Музыкальная ритмическая игра, Ежата. Вы можете скачать эту презентацию и найти по ссылке автора и спросить у нее о возможности получения этих попевок. Сами видео вы можете скачать в интернете бесплатно. Развитие межполушарного взаимодействия способствует нейродинамическая гимнастика, построенная на основе кинезиологических упражнений, мануальных и психомоторных игр. Гимнастика для мозга, для детей – это простые упражнения, которые направлены на повышение навыка целостного развития мозга. Комплекс упражнений эффективно оптимизирует интеллектуальный процесс, а также повышает умственную работоспособность малыша. Детская тренировка мозга способствует улучшению мыслительной деятельности, синхронизации работы полушарий, восстановлению речевых функций. Нейродинамическая гимнастика для детей дает возможность решить массу конкретных задач, а не только усилить межполушарное взаимодействие. И польза состоит в следующем. Стимулирует память, мыслительную деятельность, помогает получить энергию, необходимую для обучения, снижает утомляемость, улучшает моторику, как мелкую, так и крупную. Благоприятно сказывается на процессе письма и чтения, повышает продуктивную работоспособность, формирует уверенность в себе при публичных выступлениях, что непременно потребуется в школе, когда ребенку нужно будет читать доклад перед аудиторией, а также сдавать экзамены. Комплексы нейродинамической гимнастики представлены двумя блоками. Это мануальный и психомоторный. Мануальный блок ручной – это специальные игры и упражнения, позволяющие повысить способность мозга к интегрированной работе. Движения пальцев и кистей рук имеют особо развивающее воздействие, так как с анатомической точки зрения около третьей всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция руки. Под влиянием кинестетических импульсов от руки, а точнее от пальцев, включается механизм единства музыки и движения. При регулярном выполнении специальных движений образуется большое количество нервных волокон, связывающих полушария головного мозга в единую систему. Психомоторный блок направлен на укрепление между полушариями функциональной взаимосвязи, имеющей сложную психическую организацию, где участвуют ядра черепно-мозговых нервов зрения. Протикулярная формация – это наши движения. И лимбическая система, поведение, эмоциональный тонус и так далее. Упражнения данного блока позволяют улучшить сенсомоторную и пространственную координацию, повысить возможности произвольного внимания, усидчивости, развить зрительно-моторную координацию, а также расширить взаимосвязи и баланс активности между правым и левым полушариями. Общие рекомендации по проведению нейродинамической гимнастики. Гимнастику рекомендуется проводить ежедневно по 10-20 минут в первой половине дня. Возможно внесение отдельных корректив с учетом возраста, состояния здоровья и развивающих потребности ребенка. Не рекомендуется проводить работу с ребенком в период болезни и в течение 5-7 дней после того, как в этот период организм ребенка и его нервная система ослаблены. Во время проведения гимнастики необходимо исключить все отвлекающие факторы. Это посторонние разговоры, работающий телевизор, игрушки и так далее. Перед выполнением упражнений мануального блока Взрослому необходимо объяснить ребенку, как выполняется то или иное движение, а затем закрепить объяснение показом движения в медленном темпе. При выполнении заданий психомоторного блока предложите ребенку начинать выполнение задания с удобной руки, то есть ведущей, правой или левой. При выполнении заданий неудобной рукой допустимы неровности и отклонения от линий. И самое главное, играйте вместе. Покажите ребенку пример, выполняйте задания вместе с ним. Хочу посоветовать вам книгу Тресоруковой «Развитие межполушарного взаимодействия у детей. Нейродинамическая гимнастика». В своей книге автор дает 13 комплексов нейродинамической гимнастики. Как пример, мануальный блок. Предложите ребенку постучать по столу, расслабленной кистью левой руки, а затем правой в течение 10 секунд. Повернуть левую кисть на ребро, согнуть пальцы в кулак, затем выпрямить. Сделать то же самое правой рукой. Движения выполнить поочередно по 5-6 раз каждой рукой. Соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев обеих рук. Пальцами левой руки с усилием нажать на пальцы правой, затем наоборот, отработать эти движения для каждой пары пальцев отдельно. Вам потребуются 4 счетные палочки. Счетные палочки раскладываем на столе перед ребенком. Задача ребенка – брать их по одной, одноименными пальцами правой и левой руки, то есть указательными, средними, безымянными, мизинцами. Психомоторный блок. Детям предлагаются пустые квадраты, они перед вами на экране. Левой рукой ставить точки в квадрате в течение 30 секунд. Аналогично повторить задание правой рукой и двумя руками одновременно. Для детей с 5 лет это задание можно выполнять на скорость. Постарайтесь вставить точки как можно быстрее. Или еще один комплекс – мануальный блок. Предложите ребенку опереться о стол ладонями с усилием нажать на стол сначала левой, затем правой ладонью. Движения выполнить поочередно по 5-6 раз каждой рукой. Или постучать каждым пальцем левой руки по столу под счет. Один раз большой палец, два раза указательный палец, три раза средний палец, четыре раза безымянный палец, пять раз мизинец. Повторить движения правой рукой. Также вам потребуется досточка для лепки пластилина, кусочек пластилина. Предложите ребенку раскатать на доске небольшой комочек пластилина по очереди пальцами левой руки, затем уже правой. Или вам потребуется 8 квадратов, берем 5 на 5 сантиметров, вырезанных из фольги. Задача ребенка брать их по одному, скатывать в плотный комочек большим и указательным пальцами, большим и средними пальцами, большим и безымянным пальцами, большим и мизинцем. Сначала одной рукой, затем уже другой. Психомоторный блок. Предложите ребенку поставить пальчики левой руки на круги под изображением животных, затем по команде взрослого поднимать и опускать пальчики на заданный счет. Например, ежик 2 раза, котик 1 раз, собачка 3 раза и так далее. Повторить игру по аналогии для противоположной руки. Примером нейрогимнастики может служить нейропсихологическая игра «Попробуй повтори». В этой игре участник должен воспроизвести положение рук или позу, которую он видит на картинке. Для чего ему необходимо совершить некоторое конкретное движение. Воспроизведение нарисованных на карточках движений задача нетривиальная. Трудность заключается не в том, что движения требуют особых физических способностей, а в их непривычности, непохожести на те, что люди осуществляют в быту каждый день. С первого раза некоторые движения не выполнят даже взрослые. Но трудная и при этом посильная задача поднимает настроение и рождает поиск, а поисковая активность, в свою очередь, вызывает возбуждение в глубинных структурах мозга, которые активизируют работу полушарий. Кроме того, игра способствует развитию внимания, пространственных представлений, улучшает реакцию. Набор движений, предложенный в игре, часто используется психологами, в программах по психомоторному развитию и нейропсихологической коррекции детей. И несмотря на простоту и увлекательность, является эффективным инструментом работы. И варианты игр с этими карточками. Первый вариант – замри. Каждый из участников вытягивает по одной карточке, переворачиваются они одновременно по команде ведущего. Участники внимательно рассматривают свою карточку, воспроизводят изображенные на них позы или жесты и замирают. Через оговоренное время можно использовать для этого таймер или песочные часы. Ведущий проверяет правильность выполнения задания. Или второй вариант – угадай. Карточки рубашками вниз свободно располагаются на столе или на полу. Количество карточек определяет ведущий, затем ведущий. Это может быть взрослый или ребенок, воспроизводит жест или позу, изображенную на одной из карточек. Задача остальных участников – показать ту карточку, с которой воспроизводился жест или поза. Тот, кто первым правильно отгадает, становится ведущим. Важно, чем больше карточек, тем сложнее выбор. Игроки и ведущие должны располагаться в один ряд. По поводу вопроса, сколько времени надо тратить на занятия. Вы знаете, я не отвожу конкретно занятия для развития межполушарного взаимодействия. Я включаю какие-то элементы этих упражнений в свои занятия. И детям интересно, и я таким образом преследую свои цели. Следующий вариант – объяснялки. Проводится в парах. Один из участников выбирает случайным образом карточку, внимательно рассматривает ее и, не показывая карточку партнеру, четко и понятно объясняет ему, что необходимо сделать, чтобы тот смог точно воспроизвести движение, изображенное на карточке. Четвертый вариант – суть этого варианта состоит в том, что одновременно с выполнением основного задания игрок должен читать стихи, повторять таблицу умножения, петь песенку, отвечать на вопросы ведущего и прочее. Ведущий может придумать усложнение на свой вкус, исходя из задач работы, а может пользоваться скороговорками, приведенными в приложении к игре. Удобно использовать серию карточек. Варианты игры командами в парах. Итак, как можно играть в парах? Кто быстрее? Участвуют две команды. Участники каждой команды поочередно добегают до ведущего. Он показывает каждому из них по карточке, каждому свое. Задача – правильно воспроизвести жест или позу, изображенную на карточке. Участник добивается правильного исполнения и только после этого возвращается в команду. Игра завершается, когда в одной из команд все участники выполняют задания по одному разу. Эта команда считается выигравшей. Карточки можно купить в интернет-магазине, а можно скачать бесплатно в интернете, они есть в свободном доступе, и распечатать уже самим. Я скачивала, правда, для того, чтобы дольше можно было ими пользоваться, ламинировала и вырезала. Еще один вариант «как один» – проводится в парах. Изображенная на карточке движение пара должна воспроизвести так, как будто они являются одним человеком. То есть один член пары становится левой рукой, а второй – правой. Вместе они должны показать доставшиеся им движения. И здесь какие могут быть идеи. Например, зеркало «Повтори наоборот» или «Запомни последовательность» – 2-3 карты. Скульптор «Игра в паре». Скульптор создаёт позу по карточке игроку с закрытыми глазами. И передать движение. Тоже игра в команде. Другие развивающие упражнения, которые хотела бы предложить вам. Напишите на бумаге два ряда букв. Буквы в первом ряду нужно произнести вслух и одновременно выполнить действия, которые обозначают буквы из нижнего ряда. «Л» – это поднять левую руку. «П» – это поднять правую руку. «О» – поднять обе руки вверх. Следующее упражнение «Прочитай и покажи». В правой части листа расположены геометрические фигуры с надписями. Левая – геометрические фигуры определенного цвета. Необходимо в правой части листа прочитать надписи в геометрических фигурах и найти соответствующую геометрическую фигуру в левой части листа. Постепенно увеличиваем скорость нахождения геометрических фигур. Полезные упражнения рекомендуется чередовать с играми. Ребенок с удовольствием согласится поиграть и весело провести время. Например, игра на корме, птичку или лялю, сами как назовете. Приготовьте две миски, фасоль и горох, ложки разного объема, столовая, десертная, чайная, кофейная. Инструкция. Ляля хочет кушать. Давай ее накормим. Посмотри. Далее вы демонстрируете показ действия. Теперь ты. При необходимости используем прием «рука в руке». Далее содействовать самостоятельному выполнению. Важно не просыпать крупу мимо чашки и выполнить игровую задачу до конца. Затем выполнить другой рукой для другого персонажа игры. Вместо фасоли или гороха можно использовать гидрогель. Детям тоже очень нравится играть с ним. Дальше игра «Что ты видишь?». Задача ребенка в течение нескольких минут в быстром темпе называть все, что попадает в его поле зрения. Играть можно дома, на прогулке, в транспорте, в магазине, в общем, где угодно. В процессе игры правое полушарие воспринимает образы, а левое подбирает к ним соответствующее название. Чем больше слов будет названо, тем эффективнее работает мозг. Вы можете использовать таймер и вести подсчет слов, занося результаты в специальную табличку. Так у малыша появится соревновательный момент с самим собой или, например, с другими детками, если проводить игру для детской компании. Также настольная игра «Флэш». Игрокам раздаются карточки с различными изображениями. Нужно найти совпадающие на двух карточках в рисунке и быстрее всех назвать. Быстрая игра в дороге, на прогулке, в очереди. Попросите ребенка в течение двух минут называть все предметы, что он видит. Нужно перечислять их быстро и не повторяться. Следующая игра «Цветные кнопки». Для этой игры нам понадобится распечатанный лист, он перед вами на экране, и кнопки с цветными шляпками. Для удобства лист можно закрепить на досточке. Ребенку предлагается одновременно двумя руками прикрепить кнопки соответствующего цвета шляпками в нижней части листа. Таким образом, чтобы они повторяли рисунок, расположенный в верхней части листа. Игра «Веселый танец». Взрослый выполняет ряд простых движений перед ребенком, а ему нужно повторить их наоборот. Например, ведущий делает шаг вперед, а ребенок назад. Поднимает руки вверх, ребенок опускает. Приседает, ребенок подпрыгивает. Играть нужно под ритмичную музыку. Улучшить взаимодействие между полушариями поможет рисование обеими руками. Существуют специальные прописи с игровыми заданиями, в которых нужно раскрашивать, штриховать, обводить рисунки левой и правой рукой поочередно или одновременно. Они помогают синхронизировать работу глаз и рук, улучшить координацию и пространственно-графическую ориентацию, а также подготовить дошкольников к обучению в школе. Рисунки можно распечатать или приобрести уже готовые рабочие тетради. Полезные игры и задания и упражнения вы можете найти в следующих пособиях. Они перед вами на экране. Перечислять не буду, время у нас ограничено с вами, поэтому вы можете посмотреть их более подробно в презентации. Детям также еще можно использовать в своей работе планшеты. Детям предлагаются заготовки. Необходимо пальцем сначала одной руки, затем другой, потом вместе обвести рисунок. Или, например, доски. Для развития межполушарных связей полезно играть со специальными тренажерами, так называемые межполушарные доски. Приспособление сделано из дерева и выглядит как два зеркально отраженных лабиринта в виде квадрата, треугольника, шестиугольника, зигзага, звезды с бегунками. Ребенку нужно передвигать два бегунка одновременно, двигаясь от центра лабиринта к краю и наоборот. Существуют доски для рук и даже для ног. Рекомендуется для занятий с детьми старше пяти лет. Межполушарные доски развивают координацию движения, моторику рук, логическое мышление, память, воображение, симулируют зрительное и тактильное восприятие речи. Набор межполушарной доски – это полезная игрушка, тренажер для улучшения взаимодействия и синхронизации работы левого и правого полушария мозга. Межполушарные доски разработаны для детей, но полезны и для взрослых. Главная задача – действие одновременно с двумя руками, что стимулирует межполушарные связи, повышает усидчивость и внимательность. При первом использовании проверьте все детали игрушки на наличие зазубрин. При необходимости обработайте наждачной бумагой. Для игры на планшете установите две одинаковые досточки так, чтобы изображения были зеркальны друг к другу. Дайте ребенку посмотреть контуры изображения и спросите, чем они похожи, чем отличаются. Предложите провести по контурам пальцами, а затем повторить изображение в воздухе. Познакомьте ребенка со стилосами – это палочки или бегунками. Предложите ими провести по контуру узора досточек. А далее предложите ребенку обводить по контуру рисунка стилосами по очереди каждой рукой и двумя руками одновременно. Когда ребенок научится обводить контур одинаковых зеркальных досточек, можно предлагать различное сочетание изображений. Но остается необходимым выполнение задания одновременно обеими руками. И какие игры можно использовать? Это игра «Волшебные пальчики». Разложите перед ребенком досточки. Предложите выбрать наиболее понравившееся изображение и подобрать к нему пару. Предложите провести по очереди разными пальцами и руками по контуру изображения, а затем повторить узор в воздухе. Далее можно предложить проводить по контуру по очереди разными пальцами, но обеими руками одновременно. Игра «Рисуй сам». Установите на планшете бумагу и две одинаковые досточки так, чтобы изображения были зеркальны друг другу. Предложите с помощью пишущих принадлежностей обвести одновременно двумя руками каждое изображение на бумаге. Уберите досточки, обсудите получившийся результат. Рисовать можно простыми и разноцветными карандашами, ручками, фломастерами, восковыми мелками и так далее. Далее нарисуй по образцу. Установите на планшете бумагу и две одинаковые досточки так, чтобы изображения были зеркальны друг другу. Предложите с помощью пишущих принадлежностей обвести одновременно двумя руками каждое изображение на бумаге. Уберите досточки, обсудите получившийся результат. Предложите ниже или выше или рядом самостоятельно повторить изображение. Игра «Аппликация». Дайте ребенку с помощью пишущих принадлежностей обвести изображение досточек на бумаге. Уберите досточки, обсудите получившийся результат. Предложите украсить изображение, сделать красочную аппликацию. Для аппликации используйте пластилин или клей и украшения. Цветная манка, соль, нитки, кусочки ткани или фетра, цветная бумага, стразы и так далее. Я привела примеры игр и упражнений для развития межполушарного взаимодействия. На самом деле их гораздо больше. Межполушарное взаимодействие в процессе психической деятельности – одна из важнейших характеристик человека, как вида. Вместе с речью, прямохождением, сознанием они стали толчком к эволюции. Взаимодействие полушария обеспечивает психике устойчивость, упорядоченность, дифференцированность, предопределяет общее развитие, обучаемость и интеллект. Развитие межполушарных связей полезно для всех детей, но особенно рекомендуется для старших дошкольников, выполняя специальные задания и просто играя в игры. Дошколятам лучше подготовиться к школе, снизится риск дисграфии нарушения письма, повысится стрессоустойчивость, улучшится память и внимание. Спасибо за внимание.